Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии начальник отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Арданаса и Магомбетов. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, расскажите подробнее в этом году, сколько было изъято единиц стрелкового оружия и каковы суммы, переданные нашим гражданам за сдачу этого оружия. И в том числе, буквально недавно у вас завершилось ОПМ КАРУ. Каковы результаты? В этом году, с 5 сентября по 30 ноября, проводилось оперативно-проэффективное мероприятие КАРУ, направленное на контроль за оборотом оружия, как гражданского, так и служебного оружия. В рамках этого ОПМ были по месту жительства посещены все жильцы, выявлено более 330 административных правонарушений, из них 227 за нарушение правил хранения, ношения и приобретения оружия, 74 за нарушение правил перерегистрации, а также 30 за нарушение правил перевозки и ношения. Кроме этого, были проверены в рамках этого же ОПМ, по иной форме проверки, были охвачены проверкой субъекты в сфере оборота оружия. Это банки, инкассации, охранные фирмы, где за нарушение правил было изъято 469 служебных оружий, которые в настоящее время находятся в ДВД, которые будут выданы после того, как устранят выявленные нарушения при проверке. Если остановиться на республиканской акции по выкупу населения, не зарегистрировано оружие, хочу отметить, не зарегистрировано только, то в текущем году было из республиканского бюджета выделено более 9 миллионов тысяч тенге, которые в настоящее время освоены. То есть в органы вытаренных дел ДВД Тюбинской области и его территориальное подразделение были сданы гражданами 198 единиц огнестрельного оружия, 34 килограмма взрывчатых веществ, а также 636 патронов. Такая же сумма, чуть более, менее 6 миллионов выделена на следующий год. То есть акция будет продолжаться? Акция будет продолжаться ежегодно. Это связано с тем, что до 1980 года вообще оружие находилось в свободном обороте. В свободном обороте они выдавались без регистрации, в чабанских точках, скажем, и которые по сей день у населения осталось. Их надо будет только выкупать. Вот, кстати, как происходит процесс изъятия? Какие категории существует оружие и каковы расценки на них? Я знаю, что, ну, то есть есть новое практически оружие, за них больше платят, за это оружие. Есть старое, вот как раз таки вот с тех чабанских точек, вот как раз таки в отдаленных поселках изымается оружие, в основном охотничье оружие старого образца, там, конечно, уже поменьше платят. Вот как работает эта система? Процесс происходит таким образом. Вот человек обращается в органы внутренних дел, чтобы сдать оружие на возмездной основе, то есть сдается в органы внутренних дел, подается соответствующее заявление, там имеется перечень, где должен быть его номер счета и так далее. После чего это оружие рассматривается комиссией, созданной при ДВД, и оценивается, то есть его категория, первая, вторая, третья, четвертая категория. Это первая категория, это оружие более такие сохранившиеся, вторая категория меньше, и третья категория, это более такие, за которые меньше платят. Четвертая категория еще имеется, где гражданам отказывают это, то есть когда приносят какие-либо детали оружия и тому подобное, за которые не выплачиваются. Соответственно, по категориям, из третьего по первую, в пределах с 10 до 50 МРП выплачивается. Решается все это комиссионно. Вот вы говорили о том, что были допущены 337 административных правонарушений владельцами огнестрельного оружия. Вот как раз в ходе ОПМКРУ это было запротоколировано, выяснено. Вот вы можете сказать об основных нарушениях, которые допускаются как раз таки владельцами оружия? Основные нарушения – это нарушение правил хранения, 484 статья административного кодекса, потом 482 статья и 486. Это 484 статья – это за нарушение правил хранения, ношения и оружия. Это то есть при посещении участковым инспектором на дому проверяются условия хранения. То есть начиная от сейфа, его сигнализация, вплоть до, как прописано это в законе, вплоть до толщины металла, из чего оборудован этот сейф, прикреплен ли это к полу или к стене и тому подобное. То есть получается нарушения до сих пор есть? Есть. Вот говорят, что какая-то новая сигнализация появилась, то есть ее можно контролировать с сотового телефона? Не появилось, оно есть. У всех сейчас обязывают устанавливать сигнализацию. Чтобы не ошибиться, хочу пояснить сразу. То есть это в городах областного уровня, республиканских, районных уровней города и прилегающие к ним как бы пригороды. А остальных это не касается. Сигнализация бывает разная. Это на выбор владельцу, скажем. Оно бывает автономное, оно бывает подключено, если позволяет, к ПЦН, тревожной кнопке оператору. Или может быть в виде поступления сигнала на сотовый телефон. Ну оно подразделяется по своему. Да, оно подразделяется. Это на выбор владельца. Но оно должно быть и должно постоянно функционировать и работать. Ну а как дела обстоят, вот это физические лица, а как дела обстоят с юридическими лицами? Это служба охраны, инкассаторы и так далее. Какие нарушения у них выявляются? Сейчас по области функционирует более 144 субъектов с юридического оборота оружия, будем в общем так называть их. И они относятся к субъектам среднего бизнеса. Поэтому в рамках ОПМ были проверены они все. Это банки, инкассации, учебные центры, оружейные магазины и охранные фирмы. Там условия хранения по-другому. Чуть по-другому, чуть пожестче. И условия хранения как раз-таки нарушения были? Нарушения были, они были оружие изъяты до их устранения. Хорошо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был начальник отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Ардана Асай Магамбетов. Спасибо вам большое. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин